4 января была опубликована статья армянского пемьера Николы Пашинянов, в которой говорилось, что в 2015 году Россия в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе подготовила предложение, предусматривающее возвращение Азербайджану с семи районов, так называемое НКР, возвращение беженцев и размещение там российских миротворцев. Пакет предложений никак не касался вопроса статуса Нагорного Карабаха. Он его обошел, написал Пашинян. Он также утверждал, что армянской стороне эти предложения были представлены в 2016 году. Спустя 10 дней российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Игорь Попов ответил на статью Пашиняна «Истоки 44-дневной войны». Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану с семи районов региона, забыв вопрос о его статусе, заявил он, комментируя публикацию. Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов за просто так, забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности, отметил дипломат. По его словам, в статье под российскими предложениями, скорее всего, подразумевался план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого была передана сторонам в июне 2019 года. В основе этого плана, во многом совпадающего с казанским документом, лежат базовые принципы Нагорно-Карабахского урегулирования, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, причем, подчеркну это особо, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха, пояснил он. Дипломат также указал на то, что среди других отражающих интересы Армении элементов первого этапа было признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы. Кроме того, Попов обратил внимание на то, что в последние годы на переговорном столе лежали предложения, предусматривающие определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроке, согласованной сторонами под эгидой ООН или ОБСЕ, всенародного голосования, выражающего свободное возъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права. При этом, по словам дипломата, формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами. Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджана к Кельбаджарскому и Лачинскому району, добавил он. Российский сопредседатель подчеркнул, что ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но переговоры продолжались на регулярной основе вплоть до 2018 года, когда Ереван выдвинут новые подходы.